Здравия желаю! На канале Димоси был, сегодня мы поговорим о игре Калибр. Расскажу о оперативниках, которые попадаются сразу на глаза тем новичкам, которые приходят только в эту игру из самого начала, кто купил наборы, либо кому-то просто повезло, и они попали на бета-тест, закрытый бета-тест игры. Сразу скажу, не берите на этих рекрутов ничего, не покупайте за свои деньги, за серебро, не надо их одевать, какие-то плюшки, приколюшки покупать, потому что это как бы стартовый для вас такой как бы набор, который вы можете попробовать, ощутить себя и уже раскачать дальших оперативников, которые вам больше будут нравиться, они будут топовые и лучше всего. Расскажу первое, что у нас попадается. Это штурмовик. Штурмовика все берут. У него есть противотанковый гранатомет, у него есть способность задержки дыхания, которая увеличивает кучность стрельбы. В принципе, попадание у вас лучше становится на любых расстояниях. Урон у него хороший, на средних и на дальних дистанциях он выносит также и ботов, и выносит хорошо в ПВП игроков. В принципе, им играть очень приятно и удобно, поэтому его все берут. И постоянно полностью штурмовиками забита шкала набора в группы контингентов народа. Управление так же, как и в любых шутерах, все очень легко и просто. То есть, первая кнопочка, выбираете главное у вас орудие, второе пистолет, третье, это обычно у нас идет либо гранатомет, либо подствольник ГП-шечки, что дальше будет у всех штурмовиков. Ну и четвертое, это то, что вы выберете по силам. Я обычно выбираю аптечку. Всегда можно есть, особенно штурмовику, он попадает, под замес, ему не хватает ни аптечку, ни доктора, чтобы можно было подлечиться в любой момент. Когда нажимаете на Q, задержка дыхания делает, сразу кучность стрельбы всегда увеличивается практически в одну точку ложиться. Поэтому очень удобно где-то из-за угла, где-то неожиданно напасть на любого противника, так же, как и на бота, так же, как и на ПВП-шника. Быстро зайти, отстрелять весь рожок в одну кучку, уйти на перезарядку, не забывая даже, что у вас есть хороший пистолет с хорошим таким же уроном, что на дальней, что на средней дистанции, попадает тоже практически кучно в цель. И самое главное, ребят, все, кто заходит, начинает играть, это командная игра. Всегда слушайте команду, не бегите вперед, не нажимайте ни на какие кнопки, не активируйте никакие вещи там, ни бомбы там. Самое главное, чтобы не взорвать сразу всю команду, не будьте навязчивым, как в остальных играх. Пытайтесь понять, пытайтесь расстроить свою шахматную доску, потому что здесь очень много ситуаций, которые иногда попадают ребята в такие темы, что просто убегают вперед, умирают. И из-за этого, естественно, вся команда ложится, потому что медик там пытается его спасти из этой кучи всей стрельбы и тоже погибает. И в итоге из человека превращается вот такой Рэмбо, как я нашел на видосе. Сегодня он очень долго прикалывался. Посмотрите, пожалуйста. Это вот реально типичный игрок на открытом бета-тестировании, когда отдаются всем и все берут штурмовика. Вот, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И следующий же у нас интересный персонаж, оперативник, рекрут. Это поддержка. Тоже один из любимых игроками тиммейтов. Человечек такой, который любит стрелять очень много-много на зажиме, но иногда рожки, между которыми идет перезарядка, очень долго перезаряжается, и поэтому вся команда может тоже попасть. Поэтому аккуратненько стреляйте, тоже старайтесь одиночными патронами. Как бы ни было, что у него там огромный рожок, и можно стрелять постоянно, бесконечно. Расскажу о способности. Способность у него интересная, но не всегда применяющаяся, так сказать, игроками. Не знаю почему. Хотя она очень работает хорошо именно в команде в PvP. Называется замедлялка. То есть вы нажимаете на Q, при этом, когда вы в это время попадаете в цель в бота, либо в игрока, он типа попадает в ступор, замедляется, и у него движения становятся немного замедленными. В общем, ситуация как бы такая. Ну, я, честно, сильно не распользовался в этими моментами, но говорят, она очень хорошо помогает в PvP. И самое главное, что хотел сказать, играть им тоже не нужно зажимать постоянно. Экономьте патроны, что и на штурмовике, что и на любом другом оперативнике. Постарайтесь экономить патроны, потому что с патронами здесь проблема. Старайтесь всегда стрелять либо в голову, либо в торс. То есть верхние части, они выносятся вообще хорошо, отлично. Конечно, в голову тяжело попасть, но можно с желаниями. То есть также есть у него дымовая завеса, дымовая гранатка, можно дымовушку закинуть. Пистолет неплохой тоже так же наносит, неплохие дымаги. Ну и сам по себе пулемет, естественно, тоже неплохо. То есть улучшайте постепенно, помаленьку он улучшается, улучшения все ставьте. Также и рожки повысятся, количество рожков, патронов в рожке. И, естественно, у появится нормальный прицел, с которым вы можете стрелять. Изначально вам будет, конечно, тяжело. Но неплохая тема по поводу того, чтобы играть в команде. Тоже нашел эпичный ролик про того же Рэмбо, где он использует пулемет. Ну, в принципе, в принципе оно так и есть. В командных играх здесь оно так и есть практически. Только не надо постоянно, я говорю, выжимать все. Все, выжимать и стрелять повсюду, чтобы все вокруг взрывалось. Хотя, да, машины начинены прям реально. Как будто в них запихали несколько килограммов трайтила, и поэтому тоже опасайтесь взрывов, если взрывается рядом с игроками. Старайтесь играть вместе сообща. Пулеметчик, он как бы всегда поддерживает снайпера. И самое интересное, это у нас медик. Медик у нас просто исключительный человек в команде. Его нужно беречь, лелечь и всяко-разно лояльно к нему относиться, потому что он у вас помогает. И нужно с пониманием всегда относиться, не говорить, почему ты не помог, почему ты не убил там ботов, почему ты не сделал то-то, то-то. Да, у него неплохой урон на ближней дистанции, но на дальней дистанции он ничего не сможет сделать. Не сможет выбить с балкона каких-то героев ботов или на дальней дистанции там где-то появился снайпер и по вам там начинает долбить и вы вините во всем медика. Не надо, он вас лечит, он вам помогает. И, естественно, также из дополнительных элементов на медиков здесь самое интересное. То есть лучше брать всего либо медицину, если он не может сам себя лечить, либо, конечно, типа адреналина, то есть стимулятора, который может восстанавливать его, так сказать, ману, заради из которого может восстанавливать вам все ваши жизненные, так сказать, истоки, которые из вас вытекли в вашу кровавую, так сказать, резню. И тут все по выбору. В зависимости от того, как вы хотите играть. Если вы хотите играть конкретно на нем, то есть помогать еще постоянно тоже где-то выбивать ботов, где-то ложить и прям, ну, так резво конкретно. То есть где-то, ребята, видите, что перезаряжается и вы хотите тоже где-то помесить ботов, то, естественно, нужно брать аптечку. Ну, у этого медика тоже есть функция, он помогает. Подходите на Q нажимаете и он, естественно, лечит рядом стоявших союзников, которые находятся рядом с ним. Соответственно, если они уже полностью, ХП у них подлечено, они могут подлечиться. Он может подлечиться медик и сам. Есть еще дымовые гранаты, которыми тоже иногда надо пользоваться. То есть боты через них тоже не видят. Если где-то у вас друг или подруга лежит на земле и на полу корчится от боли, побегаете, собираете его кишки на место, глаза там, все, что разбросалось вокруг. И в этих дымах как раз не видно все эти каши из всего этого, что происходит. Медикам нужно аккуратненько, аккуратненько играть и беречь его. Со всеми, так сказать, предсказуемыми. Снайпер. Ну, о снайпере говорить очень много интересного. После рекрута будет очень интересный снайпер, который бегает с винторезом. Неплохо сейчас показывает себя на ПВП. Многие очень жалуются, что типа вот ПВП и ПВП он постоянно выносит всех. Снайпера все хорошие, просто надо уметь играть. Поэтому не бойтесь, прокачивайте снайпера. Я бы посоветовал его прокачивать в самую последнюю очередь. Все нужно идти по порядку, но кому интересно, можете прокачивать снайпера с самого начала. Может быть, у кого-то руки уже заточены. Это тоже как бы такая линия. То есть, всегда старайтесь на линии разобретать так. Штурмовик, медик, где-то между ними должны бегать. И поддержка снайпер. То есть, поддержка снайпер должны вместе работать. Где-то стоять на балконах и прикрывать штурмовика с медиком. Потому что медик должен постоянно хилить штурмовика. Штурмовик, он просто нереально постоянно невезучий. У него кровища льется литрами. И никак у него не получается работать нормально, так сказать, с остальной командой, потому что он постоянно погибает. В общем, снайпер очень интересная, позиционная такая у него войнушка. Все тоже зависит от карты. Хотя, многие там говорят, вот, неоткрытые карты, играть можно везде. Я, честно, сам на снайперах набивал очень много демага. Они очень много демажат, они очень сбивают много ботов. И причем можно хорошо выполнять задания. Если вы реально будете оттачивать руки и мастерство на снайпере, то вы будете пользоваться прям нормальным авторитетом среди других игроков. Они вас будут брать всегда в команду и вам будет всегда интересно играть с другими ребятами. Ну, я говорю еще раз, очень сложновато. Все-таки попробуйте, пройдите курс молодого бойца от штурмовика и дойдите уже до снайпера. Реально, поочередности, потихонечку, то есть, самое главное, не преувеличивайте баланс сил. Когда вы заходите в выбор и видите, что штурмовиков пресс, постарайтесь выбирать все равно других каких-то игроков, того же медика, того же поддержку. Потому что, ну, чем больше вас будет позиционироваться на одном и том же оперативнике, тем дольше будут ждать все, в том числе и вы. Поэтому, здесь играйте, уже, уже, уже командная игра начинается с лобби. Поэтому, выбирайте, расстанавливайте свои шахматные фигуры, так как вам интереснее. Общайтесь с людьми, с народом, с кнопочкой G. Надеюсь, вам видео это понравилось. Много чего интересного я, может быть, и не рассказал. Постарался взять самое интересное. Это были рекруты. Дальше мы будем рассказывать отдельно про каждого оперативника, который есть в этой игре. Надеюсь, я немного подправил видосик и будет в следующий раз еще намного интересней. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, играйте в игру, будьте с нами, ребят, и всего самого хорошего, наилучшего вам желаю, вашим семьям, вашим родным, и вообще играйте в хорошие игры, когда у вас есть время присоединяйтесь к команду. Всем спасибо, вы можете посмотреть пока небольшие нарезочки из игры, а я посижу, помолчу, подумаю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok